Всем привет! Сегодня мы будем готовить вот такой суп Мэджемэк Чорба или суп из красной чечевицы. Начинаем! Для приготовления этого супа нам понадобится 400 граммов красной чечевицы, которую мы замачиваем в воде на время от 30 минут до 1 часа. Чечевица простояла замоченная в воде примерно 1 час. Теперь же нам нужно промыть чечевицу. Сделать это можно с помощью сита с мелкой ячейкой. Промывать чечевицу нужно хорошо и тщательно. Промыв чечевицу, ждем, пока стечет вода и отправляем чечевицу в кастрюлю. Кастрюля у нас примерно на 3,5 литра. И к этим 400 граммам чечевицы добавляем 2,5 литра воды. И ставим на газ. Сразу добавляем ложку соли и ждем, когда закипит вода. Вода в кастрюльке начала закипать. Нам же нужно снять всю пену и при этом убавить газ. Вариться чечевица будет 1,5 часа, при этом время от времени нам нужно будет снимать пену. Именно такой суп подают во многих ресторанах Турции. Этот рецепт мы знаем не понаслышке. Такой суп готовился на наших глазах в турецком ресторане. Чечевица будет вариться 1,5 часа, половину времени, примерно 45 минут. Чечевица варится без крышки. Вода будет выпариваться, вследствие чего чечевица разварится лучше. На данный момент мы закончили. Придем через 40-45 минут и проверим процесс варки. Половина времени, а именно 45 минут прошло. Снимаем еще раз пену. Кстати говоря, этот суп является одним из самых распространенных супов в Турции. Главное правильно его приготовить. А чтобы его правильно приготовить, нужно следовать рецепту тех, кто этот суп готовит часто или же постоянно. Ну а теперь мы закрываем кастрюльку неплотно крышкой и оставляем чечевицу развариваться примерно на 40 минут. Спустя 40 минут, или же если говорить в целом, то прошло полтора часа, мы видим, что наша чечевица разварилась. Воды стало меньше, она частично выкипела, это последствия долгой варки. Теперь выключаем газ и выливаем суп через сито с мелкой ячейкой в кастрюлю. Все то, что осталось в сите, нужно протереть сквозь ячейки с помощью ложки в кастрюлю. Пару минут спустя мы продавили чечевицу через сито. Теперь мы немного помешиваем получившуюся однородную массу. И приступаем к дальнейшему этапу приготовления, не менее важному. Берем кастрюлю, в которой мы варили чечевицу, ставим на огонь и кидаем в кастрюлю ложку сливочного масла. Также добавляем столовую ложку подсолнечного масла. И начинаем растапливать масло в кастрюле. Масло растопилось, теперь нужно добавить полторы столовые ложки муки и при этом стараемся все перемешивать, чтобы не было комочков. Размешав муку и масло, начинаем переливать чурбу в эту кастрюльку. Делать это можно с помощью половника, постепенно переливая чурбу. Также не забываем ее время от времени перемешивать. Мы перелили все в одну емкость, тщательно перемешивая. Теперь пришло время добавить в наш суп немного куркумы, а именно примерно одну чайную ложку. Перемешиваем и прибавляем газ, чтобы чурба снова закипела. Чурба закипела, теперь можно выключить газ. Суп уже можно есть и на этой стадии приготовления, но данное блюдо будет более вкусным, если приготовить к нему соус. Соус называется тырия, и сейчас мы займемся приготовлением этого соуса, отставив суп в сторонку. Для соуса тырия нам понадобится маленькая сковородка, которую мы ставим на газ. В сковородку кладем одну столовую ложку сливочного масла и ждем, когда масло станет жидким. Масло растаяло, добавляем туда чайную ложку острого перца хлопьями и перемешиваем. Кстати говоря, если кто-то не любит острое, то соус тырия можно не делать, а кушать чурбу так. А если кто-то любит слегка островатые блюда, то тому понравится чурба с соусом тырия. Для приготовления соуса много времени не понадобится. Перестаем мешать и прибавляем газ. Спустя примерно полминуты выключаем газ, и наш соус готов. А теперь приступаем к правильной сервировке. Итак, наш суп на джемек чурба, или говоря простым языком, суп-пюре из красной чечевицы готов. Наливаем его в тарелку. Как мы можем видеть, суп получился достаточно густоватым. По консистенции напоминает суп-пюре. Кушать чурбу можно и так, но исходя из вашего вкуса, можно добавить петрушку. Для тех, кто не любит острые блюда, петрушку кладут в чурбу и в ресторанах Турции. Или же, если кто-то любит островатый вкус, то можно добавить соус Трия немного, примерно половину столовой ложки. Но это еще не все. Что же еще идет к супу? В ресторане к такому супу вам подадут нарезанный дольками лимон, репчатый лук и острый перец, а также белый хлеб. Тот, кому мало остроты супа, может его есть в прикуску с острым перцем. Лимон же можно выдавить в суп или кушать в прикуску, для придания ему разнообразия вкуса. Вот такой суп чурба у нас получился, или же суп-пюре из красной чечевицы. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, не забудьте подписаться на наш канал, также нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео. До новых встреч!